Сейчас в зал пойдем. И вот как раз, что через год мы его забрали, и следующий год сразу же забрали тоже. Ну мы забрали его, то есть тоже не забрали. Ну мы забрали как там, получается команда Альянс забрал, да? Как я правильно говорю? Да, Лудус, ну тогда не было. Но в Лудус Альянс самое большое количество очков принесли, ну очень большие. Как вообще Деда там делает? Ну как бы все равно филиал Деда же, да, Деда Альянс, Лудус, мы его филиал считаемся. Как бы тогда точно считаешь, что Гаджира вообще не было, Гаджира не было тогда. И сколько мы гимназиум, мне не было еще, сколько гимназиум мы не боролись с детьми, кроме первого, наверное, который мы были, этот 16-й год или 15-й, все разы мы занимали первое место внутри филиала Лудус. Ну, кроме последних двух, потому что последних двух пришел гимназиум тоже филиальный Лудус. И как бы тут уже другой вопрос. И как бы тут уже говорил, что хотел сказать, знаешь, вот мы мечтали о команде, да? И мы сейчас на таком моменте, что мы готовы соревноваться просто с любыми, даже вот с заграничными, с американцами, начиная, грубо говоря, с детьми, с детей, да, начиная там, хоть белые пояса, хоть желтые пояса, хоть оранжевые пояса, переходя в адалты, в каждом месте, знаешь, как в дюдо происходит командное соревнование, там, в 64-й первый человек борется, там, например, в 60-й, в 72-й, там, и так далее, да, следующее. В любых поясах, там, плюс-минус, даже один пояс нужно учитывать. И заканчиваем мастерами тоже. Вот мы готовим с любой командой соревноваться, вот у нас есть команда, вот у нас есть команда, вот и все, и клуб на клубе такой. Ну, сейчас как раз гимназиум обещают, мы прям очень ждем анонс. У нас, чем мы отличаемся, ну, вообще, как бы от всех большинства клубов, да? Что те дети, которые на гимназиумах борются и так далее, 99,9% это один клуб, который не филиалы, там, и так далее, это только Войковская, вот, в одном зале, и это ученики его, и это ученики мои. То есть все они проходят, то есть через нас. У нас вот первенство России было, ну, то есть джиу-джицу Неваза, да, там, первенство России, джи-джи-айф, проводится до 12, до 14, до 16, до 18, до 21 и по мужикам. То есть шесть возрастных категорий. Ну, не знаю, я просто хочу тоже спросить у ребят, может, я ошибаюсь, конечно, вот мне нужен, если есть такие ребята, которые во всех возрастных категориях взяли медаль. Во всех. Ну, мы вот у нас и до 12, и до 14, и до 16, до 18, до 21 и по мужикам. И при том, что мы с жими не боролись. То есть, как бы, мы с жими не боролись. И я прямо, ну, горжусь этим, что вот у меня взрослый парень, там, Дима Тимофеев, хоть он, как бы, пришел к нам уже готовым спортсменам, но все равно мы считаем, что, как бы, уже взрослый джиу поставили, ну, мы с жими его. То есть, как бы, у нас такое просто подход, что еще, начиная с дзюдо, у меня мечта была, когда мы в дзюдо боролись, там, всегда, там, ну, вот, там, сетки, ну, когда мы боролись, там, за западный округ, у нас там, потом только переходить, перешли, там, на шаблоку, там, за шорт 9 бороться. И, как было, там, сетку видел, и, в принципе, по фавильям, там, кого знал, ты выделял, а кого ты не знал, там, видел, откуда он. И всегда было такой, там, самбо-70, ну, там не может быть слабый парень. То есть, вот такой было. И у всех было, как бы, ты изначально выходил с настроем, что против тебя выходил, ну, как бы, выходит нормальный парень. И у нас была такая же, ну, у меня была мечта, что в какой-то момент придет время. Чтобы люди увидели Годжиро. Да, мои ребята увидели, что там Годжиро, да, и, как бы, у них должно быть настроено. То есть, парень может быть слабым, потому что, ну, не все же у нас выигрывают. Ну, у нас же тоже, наверное, но ничего. Есть ребята, которые приходят, там, выигрывают. И у нас, как бы, есть там мало филиалов, но все равно есть же ребята-филиалы, но тоже написано на них Годжиро. Соответственно, это не факт, что это наш парень. И такой момент. Ну, еще очень такой, у нас есть уже парень, вот самая большая мечта была. Я, ну, с Вовой начали заниматься, он был с желтым полосом. Он уже пурпурный почти пришел. Но еще лучше у него есть ученик, который начинал с белым полосом, Макс Русаков, и уже с синим полосом. Он хоть уже, ну, там, поступил в университет, там, больше по учебе. Ну, то есть, он не от белого к синему, а белый, желтый. Да, да, да. Ну, еще у него есть на подходе человек пять, который прям топов. Ну, у меня есть там, допустим, тоже парень, который у меня пришел, там, белый, маленький, прям совсем. А он, проходя вот это все путь, там, выигрывал. Не, на первенство России был вторым, и на первенство мира был первым до 14 лет, там. Ну, или Кубок мира, там, можно назвать. Вот. Взрослые, взрослые, вот пока только, ну, никто у нас не ездил, правда. Ну, вот в этом году должны были поехать до 18, до 21 по Неваде, но отменили. Сейчас отменили в Питере, должно было быть, например, в августе. Вова отобрался, Дима отобрался и Сева у меня, то есть, трое отобрались до 21. Вова еще до 18 отобрался от сборной России, то есть, там, первый только второй номер ездит. Ну, посмотрим, они отменили Европу, минус будет в ноябре. Реально, наша цель, это прямо, прям, с зарубежными вот этими американцами и этим, да. Ну, ну, что, мы следим, там, банки проходили. Да, банки проходили. Дать конкуренцию Артур Джужиццу, да? Ну, на самом деле. Вообще, ну, вообще, равняемся Артур Джужиццу, это для нас считается, вот, и там тоже братья так совпали с братьями. Здесь братья, вот реально, я вот изначально, меня, я хоть был Альянс, я не понимал, я из Джужиццу же пришел с джюдо, я не понимал, что такое джюджицу и, там, клубы. И для меня было, ну, я всегда в джюдо за страну выступал, а здесь за клуб выступает, что нет, какая разница. И я потом, когда усек эту тему, что там происходит, хоть я, находясь в Альянсе, я всегда, ну, любил вот это братьев Мендесев. Я, ну, хоть я не уходил от Альянса, не планировал уходить, но вот, прям, большое уважение, потому что они, по мне говорят, то такое, то сякое, там, они какие-то такие, но мне все равно, потому что они, как спортсмены, как тренера, прям, они топовые, они изобретают, они изобретают, вот, что-то новое, да, новое джюджицу. Да, ну, как, ну, кино тоже же изобретает. Нет, кино не изобретает, но он массово выступает, понимаешь, он не изобретает, и у него, получается, только сам. У ее ученики я не видел, чтобы Крафгард или, там, не знаю, Лассо, там, или Лосо, там, или Лосгард кто-то делал. Ну, там, начинаешь это делать, а в Артур джюджицу смотришь на Мендесов, смотришь на их детей. Ну, в принципе, да, там, эволюция Беримбол, наверное, пошла, вот, от Мендесов, там, Атрафы, или, там... Ну, хотя, продавнивание Гарда, вот, как-то, вот, плотный проход, там, Кабрини... Хотя, при том, что, да, Кабрини, это наш, ну, типа, такой, товарищ уже, можно сказать, много раз к нам приезжал, тем более... Ты вечный противник, Марафа. Да, да, вечный противник, да, вот, мне Кабрини, как человек, как спортсмен, вообще, ну, топ, ну, восьмикратный чемпион, чемпион 10-7, там, вселенной, но у него, вот, если честно, у него, ну, борьба, как у брата. Я, как, у меня, борьба, как у типа у Рафы, там, я пытаюсь... Я не думаю в борьбе, что у меня нету, там, стратегии, да, начал отсюда, там, перешел, у меня, там, то, что, ну, увижу, то и делаю. Да, импровизация. Да, импровизация. А у брата, как раз, что, вот, как Кабрини, вот, борется, там, прям, каждый сантиметр просто продавливает, и... Зага, Зага, привет, он сказал, как-то, приехали на день борьбы, и после схваток, он говорит, ты чего, от мамы поклялся, говорит, балл не отдавать. Он сказал, ну, и он со мной так же борется, в смысле, ну, там, вот. Ну, я... Мы с него нарубимся, это как два, там, встретились, там, и никто даже активно с него хочет выступать. Это как было, с Кабрини тренируемся, ну, мы часто тренировались с Кабрини, ну, как часто, когда он проезжал, мы проводили много раз. Каждую минуту, в свободное время всегда в зале были. То есть, благодаря некоторым хорошим людям у нас было возможно с ними, там, тренироваться, там, в принципе, достаточно долго, и, там, достаточно, ну, лично имеется в виду, что, там, один на один, два на два, там, и так. И, ну, как бы, что-то объясняет Кабрини, и мы говорим. Допустим, мы как-то давным-давно, еще там, я не помню, синим было, я ему говорю, давай начнем, там, лассо разбирали, и давайте начнем бороться лассо. То есть, я заправлял лассо, а ты, там, пытаешься, он говорит, нет. Ты мне лучше его в борьбе заберешь, по вопросу нет. Или, там, про закрытый гард. Я говорю, давай начнем с закрытого гарда. Он говорит, нет. Я говорю, а при чем? Ты меня, говорит, забери. Я говорю, его не отдаю. То есть, как бы, у меня задача, его никогда не отдавать. Вот, а есть, допустим, вот, сын его приезжал, там, или Азик приезжал с ним. У них чуть другое. То есть, они, наоборот, дают поработать. То есть, мы были пурпурными поясами, с Азиком тренировались на Кипре. Ну, вообще, нормально, спокойно он все давал, там. То есть, ну, как бы, болевой тоже не давал, но... Не, болевой душашний не давал, но у Скеннеди тоже, там, но он зарубался, и так далее. Но все равно, было вот эти моменты, что, там, не так, как Кабрина, каждый сантиметр у него, там, оточено. И прямо так проходит. Ну, если про Кабрина, то он еще... Ну, я еще расстраивался, там, да. Я расстраивался, я отбыл синий пояс, он думал, все, там. Там, каждую секунду он свиповал, там, или, там, проходил, там. Да, после синего года я тоже приезжал. Ну, кстати, потом уже... Потом уже ху-лучше стал, а с количеством их уже не борося. Есть секретный материальчик, где есть свип от него, реально свип пропустил. Так что он... Он пропустил свип? Да, да, обратно так. Это что, Азик, ты же не верил, да? Да, да, Азик, ты пришел, говорит, ты, Кабрина все подал, давай, эти видеопоказатели с такими глазами. Потому что он уже, наверное, Кабрина хорошо знает. Конечно. Кабрина, когда упал, он такой засуетился. Ну, видно, что типа, вау, ты меня бросил, он резко обратно уже вернул, но факт то, что все придут. А, все, сейчас придем, да, все, идем. Ну, вот так интересно с ними было вообще там. Ну, и там еще один из крутых чуваков, который приезжал, который, ну, вот, я взял от него что-то, вот я жалко, что пропустил этого генерала, который... А, Гуржел, да. Гуржел. Да, вот ты сказал. А мне понравился этот Даграмос. Даграмос, когда в ГИ была очень интересная тренировка, вот такая про практику. Ну, Гуржел приехал отдельно там и тренировался с нами там. Про Белорюбу он показал до сих пор. Белорюб показал защиту, до сих пор это делаем. Там он шаг вперед просто там. Да, из всех. Два сантиметра показал и все. У нас как бы, знаешь, как было вот, ну, так совпало, что мы тренировались, там, тренировались. И когда потом там свободные схватки проходили, да, мы друг друга такие подсказки были, там, Эштима, там, Джексон Солза, Кабриния. По названию техники. Да, да, да. От кого-то что-то брали, но это уже давным-давно. Да, да, да. И, как бы, вот так называли друг друга там. А потом, когда мы уже там коричневый я стал, там уже черный стал, я, в принципе, уже перестал на них смотреть. Уже появляется, то есть, свое видение борьбы. И хочешь, не хочешь, ты это показываешь, там. Ну, то есть, я, допустим, часто там ко мне приходит, там, парень, там, берет, там, ну, персональную тренировку, там, ну, он с другого города, там, я ему показываю, там, какой-нибудь проход, там, или свит, там, и так далее. Он такой, говорит, а ты что, говорит, Андрей Горьвов смотрел, типа, в обучалке там уже там продает, я говорю, да я никого никогда не покупал, говорю. У меня не было, говорю, откуда, я говорю, ну, как бы, приходит со временем, когда ты добьешься какого-то результата, столько времени провел на ковре, борешься столько времени, ну, хочешь, не хочешь, у тебя видение открывается. Ну, может, не у всех открывается, конечно, но у меня она открылась, то есть, как бы, у меня сейчас свое видение, там, и на Хавгард, и, ну, на любую технику свое видение. Она, может быть, будет совпадать, там, с каким-нибудь крутым черным поясом, но это не за что я у него скопировал. Ну, или он у меня скопировал. Но, как бы, я это так понимаю, там. Ладно, сейчас мы пойдем туда. Это было лучше, чем с шестеркой бороться. Но люди потом, знаешь, за этой шестерки нам столько потом писали, ой, вы вообще, наш спорт там, извращайте, мы тут, и что? Что мы-то делаем? Да нет, я просто иногда читаю, ну, выкладывайте комментарии, там, некоторые ребята пишут, там, какие-то вещи там. Я прям, там, смешно это все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.